Слава Украине! Бритзим от Полонского! Ребята, мы с вами уже говорили о проблемах российской армии. Я вот... Некоторые говорят, да что ты там занижаешь эти... их силу? Потому что это, скажем так, создает неправильное впечатление у наших о том, что мы якобы с какими-то шлепперами воюем, это принижает наших солдат. Нет, ребята, я не хочу их принижать, фашистов, и наших солдат не хочу принижать. Вот, соответственно, смотрите, тут дело в следующем. Я описываю реальные проблемы, которые есть у врага. И с тем, чтобы понимать, что на самом деле его ресурсы вообще-то не бесконечны. Да, у него было огромное количество ресурсов, которые досталось ему от СССР. У него было довольно много ресурсов, которые... Ну, они же на войну работали все это время, которые они выпустили во время уже самостоятельности, так сказать, независимости России, или назовите это как угодно. Вот, то есть это действительно был огромный потенциал, но он подурезан капитально сейчас. И вот то, что я сейчас рассказываю, как раз говорит о том, что не все так хорошо в королевстве датском. Ну, хотя это не датское королевство, это чертежо. Вот. И вот сейчас пойдет речь, опять скажете, ой, капец, все плохо. Речь пойдет о том, что уменьшилось количество расистской бронетехники, уничтоженной нашими дронами. Это объективно так. Несколько уменьшилось. Особенно, что касается танков. Сейчас скажете, ну, все, капец, у нас нет дронов, все пропало, включаем зраду. Режим зрады, да, на десятку сразу. Друзья мои, все совершенно не так. Так, дроны у нас есть, и желание домбить бомбас, в смысле уничтожать технику врага, тоже есть. И возможности есть. Вопрос в другом, что сейчас расисты перестали пускать танки из-за дефицита танков. Они их перестали очень так уж активно использовать на переднем фланге. Если вы посмотрите сводку потерь и сравните ее, я не знаю, там, с апрелем, с маем особенно, да, то вы увидите, что, ну, сейчас 9 танков в день прибили, 6 танков, 8, ну, вот как-то так, да, десяток, может, да. А вот если брать май, то там 35, 28, ну, цифры такие двузначные всегда шли. Дело не в том, что наши хуже стали воевать, вообще не в этом дело. Дело в том, что у расистов, ну, а, стало немножечко меньше танков, б, они боятся их пускать в ход. Вот, собственно говоря, и все. Ангары не помогли, это весы вот эти вот, да, с сараями. Ничего это не помогает, все равно они горят, и, короче говоря, они просто сейчас больше используют либо мясные штурмы, либо же, вот сейчас, это вообще анекдот, когда они ходят в атаку на этих, скажите, мотоциклетках, или на квадроциклах, или на этих гольфкарах. Ну, это вообще трепендец полный. Это вторая армия мира, вот сейчас, да, вот только вот было видео и фотоматериалы с атаки, где же оно было. Ну, где-то под Донецком, по-моему, под Углидаром они где-то сходили в атаку. Значит, сожгли у них 7 БМП, ну, идти в атаку на БМП абсолютно нормально. 7 БМП сожгли и 50 с чем-то мотоциклов. В атаку на мотоциклах, вы вообще представляете себе такое? Нет слов. Вот, это же не от хорошей жизни все у них получается. Значит, не хватает брони. Более того, я вам расскажу, сейчас начинают делать Франкенштейнов, они делают Франкенштейнов. Франкенштейнов из бронетехники. То есть, например, берется боевой модуль от БМП-1 и пытаются его присандалить к БМП-2. Это от хорошей жизни делается? Нет, конечно, это делается от хорошей, не от хорошей жизни. Второй вариант. Они делают артиллерийское орудие из боевого модуля БМП-1, из пушки для БМП-1. Ну, это вообще трепендец полный. И показывают с такой гордостью, как они стреляют в каком-то направлении, ну, в каком-то мне совсем понятно на этом видео. То есть, ну, реально ставят его на колеса, несамоходная пушка, артиллерия такая себе. Пушка от БМП-1. Ну, ну, и подают, как это, знаете, как ноу-хау, какое-то супероружие новое, ну, в стиле Гитлера. Ёлки-палки. Вы о чем, ребята? Это, ну, БМП-1, это они еще в 70-е годы прошлого века устаревшими были, да? И каким-то образом их показывать, как новое достижение. Вы что, смеетесь? И сама эта пушка, это же без слез нельзя смотреть. Понятно, что все, что стреляет, все может убить. Но, вот эта пушка, у нее там дальнобойность минимальная. Ну, может, 3 километра. Может, 4. И тонера не долетит уже, да? Ну, трудно сказать, я вам не скажу. Так по прямой километра полтора она лупила. Ну, навесом, может быть, куда-то дальше лупанет, понятное дело. Но это слезы. То есть, такая пушка, это мишень. Сразу же мишень. Это раз. Во-вторых, она абсолютно не точная. Потому что это, как сказать, это пушка поддержки пехоты, атакующей. То есть, лупить в направлении, где-то там в посадке кто-то сидит. Давай туда, шараж. Бабах, бабах. Да нет, левее, правее. То есть, там не идет речь о том, чтобы прицелиться нормально из этой пушки. Стрельба, тревожащая стрельба в направлении куда-то там. И это подается как артиллерийское орудие. Скажите мне, вот такие... Это, как знаете, сахар заменять сахарином. Но сахарин тоже сладкий. Но ЦНТ, да? Или там, ну что-нибудь типа этого, да? То есть, это не то. И когда они это подают, вот такого Франкенштейна, да? Сделан на колесах от телеги, значит, как передовую мысль. Это говорит о том, что, во-первых, не хватает брони. Да. И во-вторых, что они, собственно говоря, не знают, что им делать. Когда, вот представляете, весь российский Ростех создает вот такого гибрида, который... Ну, который сгодился бы полностью для армии Буркина-Фасо. Это, наверное, они были бы сильно недовольны. Ну, а эти себе поставляют сейчас для своих чмобиков. Чмобиков им, слава богу, не жалко. Чмобиков пока хватает. Хотя тоже здесь, видите, сейчас прекрасно, я уже рассказывал, что и чмобиков не хватает. Ну вот, так что, я к чему хочу сказать. Не надо, как говорится, и преуменьшать силы рашистов. Ну, у них еще есть какое-то количество танков на хранении. Какое-то количество они производят. Ну, незначительное по сравнению с тем, что они теряют. Вот. То же самое с легкой броней. С пехотой у них уже проблемы. Вот, видите, начали теперь уже лепить франкенштейнов. Поэтому и переоценивать, перехваливать российскую армию тоже ни в коем случае нельзя. Она совсем не бесконечная. И это совсем не китайская армия. Ну, уж точно не американская.